Звенит генбацкая в юго, и ливы плечи в упруга, и звезды мчатся по кругу и шумят. Не то, что вот эти вот, знаете, вот обычные какие-то рецепты, где там какие-нибудь кальмары, чипсы, нет, это все не то. Мы вам реально покажем, что он может делать вкусное, нажорить, что ваши братушки не попадли после бутылки водки, чтобы он был нажористым, чтобы люди сильно пьянили и было весело, погнали. А для этого пригодятся такие прекрасные сочные мидии. Честно говоря, берите любые, но желательно чуть побольше. Мы не смогли найти киви, есть такие киви, они прям здоровые, прям чуть не с ладошку, вот они классные, но эти по вкусу они ничем не уступают, они просто чуть поменьше. Поэтому какие наши мидии, с этими готовьте, вообще не парьтесь. Берем такие мидии, в чем фишка? У каждой мидии, вот такой вот, есть нога, вот она здесь находится, вот эта нога. Вот эта нога, она не прожевывается нормально, видите, она такая прям, ну, как жвачка, что ли, я не знаю. Берете обычную ложку, ни в коем случае не ножом, некоторые дела прям ножом, и, представляете, он начинает пойти на перламутру, вот так скрестить, вот так вот ножом. Поэтому берем не ножом и вот так вот аккуратненько соскабливаем эту ногу. Вот, все, мы соскаблили, вообще никаких проблем. Все, и откладываем ногу, выкидываем, мидию в сторону, хоп, нога, хоп, убрали ее, выкидываем ногу, и следующая ракушка готова. Дальше, мы берем какую-нибудь тару и туда трем наш сырец. Сырочек, я думаю, все помнят, какой-нибудь побольше. Мы взяли чеддер, я думаю, чеддер он такой желтенький, такой красивый, да и вкус он у него хороший, и плавится он классно. Поэтому мы взяли чеддер, мне его больше как-то нравится в этом плане. Натираем чеддер. Мы натерли наш чеддер. После этого мы берем какой-нибудь майонез, вообще лучше бы взять японский майонез, я не помню, короче, как он называется. Есть, короче, тыквенный японский майонез, они разные бренды, производители. Мы взяли какой-то и добавляем его сюда. Сейчас покажу, сколько нужно добавить. Вот сейчас я добавил где-то вот 2,5 столовые ложки. И берем, теперь замешиваем, смотрим, сколько его нам именно реально надо. Добавим еще 2 столовых ложки. Все, я думаю, сейчас здесь майонезика достаточная, она должна получиться где-то как-то вот так вот. После этого мы беремся, добавляем сырный соус, дабы усилить, бахнуть этот вкус. Я сейчас я добавил, может быть, 3,5 столовые ложки сырного соуса. И так же все перемешиваем. После этого, дорогие друзья, мы добавим обязательно кунжутного масла. Он какой-то придает, какой-то пикантность, запах такого жареного кунжута. Мне очень нравится, поэтому я добавлю. Но чем оно темнее, сразу скажу, тем нужно добавлять намного меньше. Поэтому смотрите, сколько я добавлю вот на такое количество. Здесь где-то в порядке где-то 300-350 грамм сыра. Я вот столько добавлю. Вот столько. Где-то, может быть, получается, это пол чайной ложечки, потому что он очень мощный. Если прозрачный, добавляйте где-нибудь, может, чайную ложку, может, даже полторы. И опять же перемешивайте, замешивайте, чтобы оно распределилось как можно ровнее. Вот я почему и говорю, то, что я объясняю. Это новогодняя закуска. Дело в том, что она сырная, с майонезом, миди, очень калорийный. Если вы думаете, что вы можете сожрать 1 килограмм миди в одно лицо, вы очень сильно ошибаетесь. Ну, как бы, нет, все разные люди бывают, но они очень калорийные. После этого нам нужен чесночок. Берем чесночок и въебываем. Прекрасно. Наши как раз две чесночечки сами вылетели. Берем его и мелко-мелко крошим. Получается у нас именно свежего чесночка у нас будет 2 зубчика. Опять же берем, добавляем сюда. Я хочу его вместануть не только свежий, но еще и сушеный. У меня есть сушеный такой солью, поэтому соли я не буду добавлять. Сюда соли где-то, может, чайную ложку, не больше, не надо, потому что миди, они сами себе чуть-чуть, они уже смеловаты, потому что они не в маску в воде. Вот. У меня тут есть какой-то там чеснок, травы, соль. И так добавляем чесночку сюда. Ну, говорю, порядка где-то чайной ложки я сейчас это все добавил. И опять все перемешиваем. После этого я хочу, чтобы наши миди были как можно ярче у них в вкус. Поэтому у меня есть устричный соус. Я хочу добавить сюда устричный соус, и я это сделаю. Берем, добавляем где-нибудь, грубо говоря, около вот так вот полторы. Вот так вот чайной ложки, может, здесь еще был средств, поэтому где-то здесь полторы. Добавляем сюда этого соуса. И я еще добавлю, да, да, как же я не мог не добавить копченой паприки. Вы прям сейчас там просто всех пуканы бомбанут, и будет уже там всех горячо. Добавляем сюда копченой паприки. И можете взять обычную паприку. Это чисто для цвета, чтобы они были такие, знаете, красивые, красноватые такие. Чеддер с рома задал свою желтизну, но хочется, чтобы это было очень красиво. И опять все перемешиваем. Далее, дорогие друзья, мы хотим, чтобы у нас прям чуть-чуть пригорело. Мы хотим сделать так, чтобы они были остренькие. У меня есть острый очень соус, скотч хабанера, насколько я помню, в нем содержится. Поскольку я не скажу, где-то в районе где-то полмиллиона. Ну, и так чуть-чуть добавим на себе на глаз. Добавляйте остроту, как хотите. Вам не нравится острое? Не добавляйте остроту. Нравится? Добавляйте. Вам нравится? Мы добавим. Делаем. Every night we have some. Ну что, дорогие друзья, у нас получился вот такой прекрасный наполнитель для наших мидий. Все это уже вкусно пахнет. Мы разогреваем духовку на самый максимальный жар. Верхний Т, режим конвекции. Ждем, пока разогреться духовка. И будем начинять. Заебись. Тотка. Далее, дорогие друзья, мы берем и начиняем наши такие ракушки мидиями. И наполняем нашим топпингом. Вот так берем и обратно кладем в ракушку мидию. И берем ложечку. И вот так вот, сверху, так вот, грубо говоря, даже как вхераем как будто. Вот так вот аккуратненько. Делаем такую сырную шапочку. И продолжаем так же с этими остальными. Ну что, дорогие друзья, мы начинили наши мидии. У нас они вот с такой вот сырной, я бы сказал, уже шапочкой. Да, и мы берем вот такую вот решеточку. И вот так вот аккуратненько выкладываем. Получается, дорогие друзья, очень порционная такая закусочка на Новый год. Тем, что ты взял мидинку, такой хоп, ее съел, запил чем-нибудь. И взял и опять там заел ей. То есть может там кто-то угоститься, там гость ему прийти. То есть это всегда будет на столе очень эффектно. И реально, то есть такой, вау, мидии приготовить. При том, что я не скажу, что это прям очень дорогой какой-то рецепт. Не настолько уж он, я бы сказал, такой изысканный. Но по вкусу он реально классный. Поэтому пробуйте, готовьте. Следующим делом мы берем такой прекрасный противень. Подкладываем снизу в наши духовки, чтобы, если будет капать сюда сыр, чтобы он не капал вам на духовку. Поэтому погнали. Открываем нашу духовочку. Кладем вот так вот, грубо говоря, снизу. Берем наши мидии и ставим на верхний жар. Почему на верхний жар? Да потому что мидии вообще, по сути, можно есть сырыми. Нам сейчас нужно именно задать такую корочку сверху, такую прям классную, такую золотистую, чтобы сыр оплавился, чтобы все обменялось вкусами. Мидия, она уже готова, грубо говоря. Так что, глеим сыр. Где-то их, может быть, 5-10 минут у вас займет. Все зависит от вашей духовки. И все, я буду наслаждаться вкусом. Ну что так, друзья, прошло 6 минут. Вот такие прекрасные, сочные мидии у нас получились. Ну что, приступаем к сервировке. Погнали. Итак, дорогие друзья, мы берем сверху, поливаем прекрасному нанди соусом. Это придаст какой-то вкус азиатский, такой мидии классный. Погнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, дорогие друзья, могу сказать по поводу этого прекрасного рецепта мидии. Они получились очень такие прям пикантные. Они получились такие остренькие, мега сырные. И при этом все равно нежность вот этой мидии сохранилась. Вот этот вкус моря. Не вкус рыбы, нет. Вкус вот этого моря, только сладковатые. Такие прекрасные, нежные. Чуть-чуть как будто сливочные. Блин, это очень классно. Особенно под малиновое вино. Как он, блядь, этот? Малиновое вино. Которое нам презентовал мой хороший друг, мой оператор. Заходил очень прекрасно. Поэтому, дорогие друзья, я уверен, что на новогоднем столе это будет очень прекрасный рецепт. Пробуйте, готовьте вместе с нами. Ставьте лайки, дизлайки. Делайте, что хотите. Подписывайтесь, не подписывайтесь. Будет весело. Всем пока.